7 мая в России отмечают День радио. Для Рязани этот день особенный, благодаря тому, что в нашем городе располагается один из самых известных вузов России – Рязанский государственный радиотехнический университет. Сегодня с праздником всех студентов, преподавателей и выпускников поздравили космонавты с МКС. Сеанс связи установили в половине 12-го, когда МКС пролетала прямо над Рязанью. Поговорить с членами экипажа удалось аспирантам, преподавателям вуза и губернатор области Олегу Ковалеву. Для меня большая честь приветствовать экипаж космического корабля. Я впервые, немножко даже в растерянности. Действительно, от всех рязанцев хочу передать вам большой привет успешного полета, успешной реализации той программы, которую вы реализуете на этом космическом корабле. И хочу также поздравить вас. Мы с Днем Радио, во-первых, потому что для нас это большой праздник, поскольку в Рязани один из ведущих радиоуниверситетов Российской Федерации. И поздравить также с 9 мая, с Днем Великой Победы, в Великой Отечественной войне. Пожелать вам всяческих благ, успехов и благополучного возвращения на землю. Спасибо. Приезжайте в Рязань, мы вас будем встречать как родных. Сеанс связи длился всего несколько минут, но космонавты успели сфотографироваться на фоне Рязани. Фотографию обещали прислать правнуку Константина Циолковского, Сергею Самбурову, который руководил сеансом связи. Я готов приезжать к вам почаще и делать спутник, и чтобы наш спутник полетел, и тоже мы с ним сигналы принимали, и потом, чтобы специалисты выросли хорошие, пришли к нам в энергию работать, в космонавты, в Королевы, там пристали, и делали уже большие спутники, и вот такая хорошая перспектива намечается. Ну и, конечно, с самого утра возле здания университета, а также в Центральном парке неподалеку, собрались толпы выпускников. Даже страшно вспомнить, я заканчивал институт в 68-м году, а прихожу ли я каждый год по возможности, а уж как круглые даты, то приходим обязательно. Сегодня даты не круглые, но захотелось прийти, увидеть бывших сокурсников, тех людей, с которыми вместе учились, преподаватели. День радио всегда отмечался с размахом, не исключением стал и нынешний год. Так что, Попов воскрес, с праздником!